Единственное, если можно, у меня вот так на подходах спрашивали, ну это уже так, я здесь не как профессионал, а просто поделиться немножко житейским опытом по поводу здорового образа жизни и просто на своем примере, потому что я, к сожалению, прожил несколько жизней, я был в свое время человеком, который мало что понимал, может быть, в жизни, на партийной работе работал, а там не пить просто было в принципе нельзя, даже и близко бы не подпустили к рабочему месту. Поэтому вот несколько слов, как попросили меня, ну просто из моего опыта, я вам скажу, вот как я живу сейчас, потому что вот мне за 60, и теперь я наконец стал себя чувствовать вполне здоровым, энергичным и беспроблемным человеком, потому что когда я лет 15 назад приходил к врачам, они мне говорят, ну что вы хотите, возраст уже, так сказать, все там вроде идет по графику, что называется. Ну первое, с чего я начал, вы естественно понимаете, это алкоголь и табак, но табак я никогда не курил, я не курил, а вот алкоголь, не просто все продвигалось, потому что, да, у меня был такой период времени, когда я считал неэтично вот, значит, сесть с человеком, и он тебе наливает, а ты не выпил, да, вот, но потом это преодолело. У меня так это было не просто, у меня было три таких фатальных случая, вот за последние там лет 15 я трижды употребил алкоголь, один раз рюмочку водки, один раз фужер шампанского, и один раз несколько глотков пива. И каждые эти три случая закончились ситуацией, близкой к катастрофической такой, жив или не жив. И вот кто-то скажет, что это случайности, но для меня, вот, я помню, значит, Анатолия Франца, который сказал, что случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем. Поэтому, ну это основа, да, это она вам понятна и без меня, там, так сказать, что самое страшное – это пиво, ну и остальное – алкоголь. Тоже не лучше, не в этой аудитории это рассказывают. Дальше. В общем-то, банальные вещи, но я просто говорю из своей практики. Да, основной залог здоровья – это позвоночник. Поэтому каждое утро я в обязательном порядке делаю вот эти пять сибетских жемчужин. Они наверняка и в интернете есть, там, ну там ничего хитрого, просто вот все виды наклона позвоночников. Туда-сюда, там, так сказать, пять сибетских жемчужин. Дальше. Каждое утро в обязательном порядке. Я читал неоднократные лекции для ивановцев, но когда читал, я этого не понимал. Вот. Но после того, как мне вот случайно совершенно один человек рассказал, вот с той поры я уже лет десять каждое утро в обязательном порядке выливаю на себя ведро холодной воды утром, там, так сказать, или на улице, и когда на даче, там, или в квартире в ванной. Причем воду я вот немножко с ней разговариваю, то есть пускаю туда руки, вода, я считаю, на кое-что понимает, когда руки пускаешь. С ней говорю, чего я от нее хочу. Потом случайно вот был в Старой Руси, и такой дедушка с длинной бородой, и девочка говорит, девочки, вы смотрите, вода, вот так слышу, вот вы знаете еще в Древней Руси, как говорили, вода царица земная, сними с меня все болезни, избавь меня от хвори, от того сего, там, одари меня здоровьем умом и радостью. Вот, говорит, вот, вот, говорите с водой, а потом только купайтесь там. Вот, поэтому я каждое утро обязательно говорю с водой, потом выливаю эту воду на себя. Почему? Я понял это, я за последние... У меня когда дважды в год я болел ангина, я считал, что это удачный год. Вот с той поры у меня ни разу не было ни ангина, ни насморка, как я начал обливаться. Оказывается, у нас есть аварийные датчики на теле, они срабатывают в каких-то стрессовых ситуациях. Вот, там, провалились в прорубь, еще куда-то. Когда вылил на себя ведро воды, вот эти датчики срабатывают. А система наша инерционная. Вы быстро полотенчиком, а разогрев тела продолжается. Он продолжается в критичных точках, наиболее важных. И там температура тела поднимается до 38-39 градусов. И идет каждое утро у вас, там, так сказать, болезнетворные клетчики, все уничтожаются. Это вплоть до онкологии, чего угодно. Человек избавляется, если он каждое утро вот такую профилактику проводит. Теперь дальше. Каждое утро в обязательном порядке нужно есть кашу. Если вы хотите сохранить, значит, обмен веществ нормальный, ну и, как бы, так сказать, вот духовность какую-то. При этом, еще раз говорю, вот если читать теории, то это бесполезно. Я просто говорю, собственный опыт, вы можете как угодно к нему относиться, ну, раз уж попросили. Потому что, если читать, то вот такая книга написана о необходимости раздельного питания. И вот такая книга в Госдуме продается о вреде раздельного питания. Поэтому читать, как бы, это можно всю жизнь, все равно ничего не поймешь. Вот я просто на себе кое-что проверил. Но каша на первом месте всегда, вот если вы хотите наладить обмен веществ, это овсяная каша, льняная каша и пшено. Вот три каши, которые так, ну, естественно, там и остальные каши нужны. Но для обмена веществ это вот эти три каши. Дальше. Самая главная проблема человечества еще в том, что, вы знаете, до 40% заболеваний нынешних, они обусловлены тем, что человек принимал какие-то лекарства. Категорически недопустимо обращаться к медикам за здоровьем, потому что, вы понимаете, медицина устроена так, что чем больше больных, тем выгоднее. Врачи не злоумышленники. Они не хотят вам вредить. Но просто эгрегор медицинский так устроен, что чем больше больных, тем больше продается лекарств, тем больше очереди, тем ценнее врачи. Поэтому, конечно, надо искать, значит, без врачей здоровье. Дальше вот некоторые такие вопросы уже в последнее время, которые мы, так сказать, занимались. Категорически исключить нужно потребление кофе и чая черного в особенности. Кофе и черный чай выводят... Вот у нас организм как состоит? Он в основном из воды состоит, да? Вода есть внутриклеточная и есть в межклеточном пространстве. Чай и кофе выводят воду из клетчки в межклеточное пространство. А что такое наши биополя? Биополя – это собственные частоты вот этой клетчки. Когда вода уходит, клетчки меняют собственные частоты. Сейчас появился такой раздел медицины официально, называется «Волновая медицина». Это медицина, которая изучает биополевые характеристики человека. Можно измерить частотные характеристики, там, разного рода клеток. Так вот, гомеостаз – это когда весь организм ведет себя как единое целое. В том случае, когда клетчики понимают друг друга, а для этого они должны сохранять свои характерные частоты. Подстройка идет этих частот по природе. Поэтому желание быть на природе, на даче – это не просто как вот такой бзик. Это просто естественная потребность. Потому что ваши клетчики, они когда попадают на природу, они восстанавливают вот этот частотный баланс. И водный баланс сохраняется за счет того, что вы потребляете воду. Для того, чтобы восстановить водный баланс. Ну вот, у меня такая, значит, я, причем вот, лечение водой – это самый эффективный способ лечения. Во многих клиниках я это изучал. В прошлом году я был в центральной такой точке в Шри-Ланке, в буддистском центре медицинском. Каждое утро выдают 2 литра воды, значит, горячей. И говорят, вы можете там есть, пить и прочее. Но еда только растительная, правда. Единственное блюдо там, я смотрю, лекарство для увеличения веса. Открываю крышку, там картошка. У них лекарственный препарат для увеличения веса, так называется. Вот, значит, а потом в других местах точно так же. Я познакомился с врачами из Сирии, ну, со специалистами. Они вот занимаются волновыми процессами. Они мне говорят, каждый день 2 литра воды. Если вы хотите восстановить частотный баланс организма, 2 литра воды. Причем утром там, ну, в течение двух месяцев, утром 500 граммов воды сразу. А потом каждый час по 100 граммов. Но я когда посчитал, тоже получается 2 литра. И, значит, вот я-то просто ориентируюсь на такие случайные советы. Как-то вот я с случайностями отношусь более серьезно, чем вот к прочтению там каких-то монографий медицинских о здоровье. Вот, собственно, вот этот основной вопрос. То есть чай и кофе это предмет колоссального бизнеса. Почему мы с вами должны пить кофе, который у нас вообще, не отродясь, никогда не рос? Почему мы с вами должны пить чай, который у нас никогда не рос? Если вы, ну, когда вы поймете вкус, вы будете воду любить. Именно воду, особенно родниковую, чистую. Точно так же утром возьмите вот так стакан и поговорите с этой водой. Чего вы хотите? А потом выпейте. Вот. И, значит, вот мне кажется, что лечение водой это самый эффективный способ. В течение двух-трех месяцев происходит восстановление самых разных проблем и заболеваний через воду. Почему медицина никогда вам это не посоветует? Ну, вы понимаете, если люди начнут лечиться водой, то тогда медики останутся без больших заработков. Ну, может быть, еще там какие-то есть. Я уж так вот все сразу не вспомню. Но вот главное – это вода. Вода и с точки зрения внешнего воздействия и внутрь – это, мне кажется, самое главное в здоровье. Ну, вот то, что у меня спрашивали.